Всем привет! Если анализировать ситуацию в России, то складывается такое впечатление, такое мнение, что в России готовится голод. Об этом уже многие говорят. И, в общем-то, если анализировать все сообщения СМИ, то именно к этому всё и подводится. В России всегда были периоды голодоморов. И почему наше время может быть исключением? В России население начинает приучать голоду каким-то нормам. И вот для чего это делается? Для чего будет внедряться голод? Это уже понятно. Это будет ситуация как в 90-х. Для того, чтобы внедрить новое питание. Новое питание насекомыми. Помните, как в 90-х устроили вот эту вот нехватку продуктов? Кое-что было в магазинах, но очень-очень мало. И потом, значит, появились вот эти генномодифицированные окорочка. И люди с голодухи покупали это всё и не задавали никаких лишних вопросов. Почему эти окорочка куриные вдруг таких огромных размеров? Появились вот эти шоколадки Марс, Сникерс с технологией Криспор. И тоже никто не задумывался, что это такое. Хотя вкус у них явно синтетический такой. Но никто этому значения не придавал, потому что люди были голодные. То же самое произойдёт и сейчас. Вот именно через голод они будут внедрять питание насекомыми. Когда люди наголодаются, вот тут и подсунут вот этих насекомых. Там какие-то печенюшки из них, мука и так далее. Из личинок мух, чёрной львинки. Все вы помните эту историю предновогоднюю с яйцами, когда их не хватало. Или же они были по очень высокой цене. И вот я у себя на телеграм-канале выложила такое видео, что нашли просто залежи яиц, выброшенных в Омской области. Их там просто немерено. Вот именно вот эти яйца, которые не попали на прилавки магазинов, они были выброшены для того, чтобы создать искусственный дефицит. Ну а теперь, друзья, на очереди бананы. С 5 февраля Россия запрещает Эквадору поставлять бананы в России. Ну и нашли, конечно, крайнего и виновного. Муха-горбатка, да, львинку едят. А вот муха-горбатка, она, значит, испортила все бананы. Якобы там принесла какую-то инфекцию. И, в общем, теперь республика Эквадор не будет поставлять бананы. Ну, бананы товар скоропортящиеся и то, что есть в магазинах, ну, я думаю, еще недельки на две, может быть, хватит, а там они уже станут совсем черными. Может быть, недели две еще будут бананы в магазинах России, ну, а потом они исчезнут. То есть они опять устраивают вот этот искусственный дефицит бананов. Ну и сахар опять был на очереди. Устроили искусственную вот эту вот давку за сахаром, потому что на него там были скидки в одном из городов России, и пенсионерки устроили за ним давку. Ну и, конечно же, высокие цены. Высокие цены способствуют тому, что не каждый сможет купить то, что он захочет, а будет уже как-то приспосабливаться так, чтобы просто выжить. Ну, а самое страшное – это то, что голоду и нормированию продуктов приучают также и детей. Так, например, в одной из школ в Алтайском крае устроили такую игру под названием «Блокада в Ленинграде». То есть они играли вот в эту блокаду. Они не играли в мяч, они там не играли в какие-то догонялки или прятки, а вот именно для них выбрали вот такую игру, чтобы, так сказать, на себе прочувствовать это все. И еще они соревновались в том, как точно они отрежут кусочек хлеба весом 100 грамм, чтобы прям не ошибиться, чтобы всем досталось поровну. Вот такие нынче игры. И это все ведет к тому, что именно вот скоро-скоро уже будет начинаться голод в России. Это произойдет уже после выборов и после инаугурации. Вот это вот все начнется. И вот я вам хочу дать послушать еще одну запись. Это случилось в одной из школ на Камчатке, где девятиклассник съел порцию своего одноклассника, который не хотел есть. Он у него спросил, говорит, будешь ли ты есть? Он ответил, что нет, можешь съесть мою порцию. И ученик съел, значит, эту порцию, за что получил от директора этой школы Волошина ее фамилия. Ну вот послушайте вот эту запись. За лишние порции они тебя не касаются. За лишние порции платят деньги другие родители. Давай что, их выкидывать? Да, выкидывать. Это не твое собачье дело. Еще раз я тебя увижу в столовой. У меня есть записи, видеонаблюдение. Как и что ты там делаешь? Хорошо. Документы в ПДН пойду, напишу сразу. Ты не докажешь, что они остаются. Я буду говорить о том, что ты их воруешь и жрешь. Ты меня понял? Не дай бог еще кто-то тебя там увидит. Это первое. Второе. Мало того, что ты там просто приходишь и жрешь, ты еще там таскаешься каждую перемену. Когда средняя свина ест, ты старше. То есть ты четко обворовываешь детей. Что никого не обворовываешь? Ты что, ты врешь? Ты пишешь ребенку, ты будешь есть? Он говорит, нет. И ты жрешь, и держишь его порцию. Ты думаешь, я не знаю? В общем, слушать это невозможно. Насколько был унижен девятиклассник, унижен директором школы. Из-за чего? Из-за еды. То есть детям прививают сейчас такое чувство, что еда это что-то такое особенное, за которое нужно обязательно платить. Что если даже осталось там лишнее, и порции никому не нужны, но ты не должен брать. То есть я даже не знаю, как это точно объяснить, но это что-то, знаете, ужасное. Настолько ужасное и мерзкое. Просто не должно так быть. Ну остались лишние порции. Допустим, девятиклассник, это вот начинает у него только работать организм. Девятиклассники и дальше молодые люди, они всегда есть хотят, им хоть сколько давай. У них организм растет. Ну вот так унизить, чтобы привыкали, чтобы каждая крошка, только то, что тебе дали, чтобы никому больше. Это очень подло, низко и омерзительно. Ну а для чего устраивают голод? Я вам сказала, что это только для того, чтобы внедрить вот эту вот еду из насекомых. Та же самая ситуация, как в девяностых. Через голодуху вот эти вот генномодифицированные окорочка, их завезли в России и люди ели. Вот так же поступят и сейчас. Через голодуху будут заставлять людей есть еду из насекомых. Потому что по-другому никак. Потому что если вы сейчас придете в магазин, у вас на одной полке нормальная еда, а на другой из насекомых, вы, конечно, их брать не будете. А вот когда у вас в магазине только еда из насекомых, и вы несколько дней ничего не ели, вот тогда многие начнут есть. Да, это, к сожалению, это будет. Вот такое, друзья, сегодня видео. Ну что сказать? В заключении. Как-то, как-то запасайтесь продуктами, пока они еще есть, на несколько лет. Есть уже такие видео, где можно там и крупы хранить, и макароны там какие-то. Можно хранить несколько лет. Найдете. Как сохранить продукты на несколько лет. Только таким способом можно избежать вот этого, еды из насекомых. из насекомых. Пишите ваши комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok